Люберецкая школа регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России и Московской области отмечает полувековой юбилей. Какие задачи стоят перед ДСААФ сегодня и сколько человек здесь ежегодно проходит подготовку, узнали мои коллеги. Быть хочешь выше, быстрее, сильнее, ты приходи к нам в ДСААФ, поскорее, ДОСААФ. В зале руководящий состав Люберецкой школы ДОСААФ, военнослужащие и юно-армейцы. Юбилей для коллектива – это повод оценить достигнутые результаты, наградить сотрудников и, конечно, встретиться с выпускниками. В недавнем 2003 году я также закончил эту школу, получил категорию «Б» и «Ц». Также обучался в этих залах, поэтому она мне действительно дорогая, эта школа. В сегодняшнее непростое время для страны вы помогаете делать победы, потому что те специальности, которые вы воспитываете наших ребят, в настоящий момент очень востребованы на новой территории Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Это большая дата, большой юбилей, и они его встречают с достаточно приличными показателями. Я скажу, в целом, по результатам работы, совместной деятельности у нас лучшие результаты в области, и мы полноценную группу сажаем сюда непосредственно, и здесь проходит процесс обучения. Совместно мы смотрим, каким образом курсанты получают знания необходимые. Обучение категории «С» рассчитано на 4,5 месяца. Получив военно-учётную специальность, водитель грузового транспорта, курсанты убывают в войсковые части для прохождения дальнейшей службы в вооружённых силах России. Основная наша задача – это подготовка по военной учётной специальности 837, военный водитель. У нас на базе происходит теория, это классы специально оборудованные, и практика как на территории нашей площадки, так и на территории города. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех, кто прошёл через стены ДСАФа, всех будущих военнослужащих, ну и всех, кто причастен и кто нам помогает. На плечах ДСАФ лежит и патриотическое воспитание. К юбилею школы здесь открылась выставка боевой техники и вооружения специальной военной операции. Ваше внимание представляется автомобиль «Урал-44-202». Особенности данного автомобиля – дизельный двигатель повышенной мощностью 230 лошадиных сил, грузоподъёмностью 30 тонн. Эта техника нужна для транспортировки лёгкобронированной техники или других грузов. Макеты сидельных тягачей, танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты выполнены воспитанниками отделения масштабного моделирования Дворца детского творчества. Выставку боевой экипировки и мастер-класс по сборке-разборке автомата подготовил Люберецкий клуб «Патриоты». Миссия клуба – это военно-патриотическая подготовка, чтобы, отучаясь в высших университетах, мы могли в армии показать хорошие результаты и изучать свою родину. Мы очень рады такому сотрудничеству, что у нас есть такая возможность посещать такие мероприятия. За год в Люберецкой школе ДСААФ проходит подготовку 600 человек по гражданским специальностям и 80 по военно-учётным.